День открытых дверей прошел в управляющих компаниях Подмосковья. В нем приняли активное участие люберцы. В рамках акции жители могли обратиться в свои организации за решением жилищно-коммунальных проблем. Помимо этого, люберчане узнали больше о безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. Воздушными шарами, чаепитиями и играми встретили жителей в ЖЭО номер 2. В праздничной атмосфере граждане задавали волнующие вопросы, разбирались в проблемах, а некоторые приходили на встречу с благодарностью. У нас очень проблемный дом был, но нам настолько хорошо, это действительно совершенно искренне. Нам сделали прекрасный ремонт, нам поменяли пластиковые бесплатные окна. Вы представляете, бесплатно? Я не представляла в свое время. Так что, в общем-то, я пришла за благодарностью. Дни открытых дверей в управляющих компаниях раньше проводили ежегодно. Сейчас это ежеквартальные встречи с жителями. Все вопросы в этот день фиксировали в журнале, чтобы не пропустить ни одну проблему. Но все же особенностью мероприятия стало непосредственное общение граждан с управляющими компаниями. Главная задача – это общение, простое общение с народом на понятном языке, без жалоб, без писем. С глазом на глаз и решать те проблемы, которые сегодня возникают. А их действительно возникает, их очень много. Делать действительно нужное, необходимое. Вот таким общением мы снимаем очень массу вопросов, которые могли бы быть в социальных сетях, могли бы быть средства массовой информации. От года к году тематика встреч меняется. На этот раз это безопасное использование газового оборудования в квартирах. Нередко возникают чрезвычайные происшествия при его использовании, особенно при несоблюдении техники безопасности. Мы считаем, что с населением нужно проводить профилактические беседы, направленные на то, что, во-первых, на исполнение законодательства, в частности, обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного также. Ну а во-вторых, просто вот так посидеть, побеседовать и объяснить людям, что это действительно необходимо и что это влечет за собой безопасность. Присутствие госжилинспекции – еще одно отличие дня открытых дверей от обычного приема. Это позволяет всесторонне рассмотреть вопросы жителей. Отметим, в этом году более 600 компаний подали заявки на участие. Мы заинтересованы, чтобы наладить прямой контакт с каждым жителем, с каждым собственником и решить их проблемы, их вопрос, если у них они есть. Напомним, каждому владельцу жилого помещения необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования. Об этом и многом другом напоминают на подобных встречах. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.